И снова всем привет! С вами Лидорн, и мы продолжаем прохождение игры Max Payne. Мы продолжаем гнаться за нашим раненым животом противником. Я хочу придумать, как за ним гнаться. Так, ну видимо сюда, я так понимаю. Только вот куда дальше, отсюда. Значит вроде вверх некуда. Прыгать. А, здесь есть кнопочка какая-то. А, здесь есть кнопочка какая-то. Я считаю, что у нас снова полный. Пристрели его! Чувак взорвал себя сам. Чувак взорвать. Чувак взорвать. Чувак взорвать. Чувак взорвать. Так, ну что повторим наш пьют. Повторим. не обязательно было как оказалось максу пейну некуда идти уже почти настигли его как только он будет арестован вы получите от нас полный отчет а сейчас извините мэм у меня много дел это был старший инспектор джим бравура на этот раз у без комментариев бравура явно переедает а так он парень неплохой это судьба поставила нас по разные стороны баррикад но когда речь шла о том чтобы поймать меня у него явно ничего не выходило пока он идет сюда я его готовы берите дверь на прицел я давно не сохранялся что за и и и и и и и и и да он все так же кидает гранату в себя проблема в том что моё здоровье не очень не радует теперь уже больше теперь у меня уже боезапасы для ингрэма не так много как хотелось бы но да ладно танк здесь нигде макшу пейны он идет сюда я его слышу готовы а 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 я сейчас не давим здоровья, он почти вышел так, один вроде ушел, да? да, он ушел так, хватит уже гранатами-то меня закидывать, блин уж хреново уже становится от таких вещей я даже подожду, пока я немножко отриенюсь вот так открой, мать твою пейн, я убью тебя, ящейка паршивая давай, по-по-по-по-по не, кто-то меня так и грохнул открой, мать твою пейн, я убью тебя, ящейка паршивая держись пахааааааааааа... Продолжение следует... Все, у меня кончилось. О, вот эта печалька. Двойная буретта нас не проводила. Раньше, по крайней мере. Буду его найти. Гоните окончательно, выдохся в тупике. Там, где из канализационных люков валил пар с такой силой, что казалось, будто внизу под нами находится сама преисподняя. Где Бюпина? Отвори! Плохое начало жизни. Применение силы при аресте! У меня это неплохо получается. Ты! Ты не можешь меня просто так покалечить! Ну-ну, успокаивай себя сколько хочешь. Послушай-ка, золоц. Я не собираюсь быть мальчиком до битья. Я хочу знать, где прячется твой босс. Я не просил ни о чем подобном. Беда сама нашла меня и окутала черной тучей. Добрых и справедливых в этом городе было не больше, чем золотого песка на личном дне. Я не был героем. Нас было трое. Я, пистолет и он. Из всех вариантов у меня оставался только один. Скажу, только не делай мне больно! Не надо! Бюпина в ночном клубе! В клубе Рагнарек! Заведи на меня дело! Арестуй! Посади за решетку! Только не делай мне больно! Твои права зачитают тебе на похоронах. Да. Рагнарек был личной собственностью Бюпина. Наркопритон, устроенный в здании старого театра. Я знал, что меня ждет внутри свихнувшиеся наркоманы, готовые на все в припадке бессмысленной ярости, а также отряд головорезов Люпину. Рагнарек был более приятен, чем головная боль, пульсирующая от автоматных очередей. Фасад клуба был оформлен в готическом стиле. Намек был таким же туманным и неопределенным... Намек был таким же туманным и неопределенным, как пуля в сердце. Яблочко от яблони недалеко падает. Во всем здесь чувствовался Джак Люпина. Да, с аптечками у нас так все дела обстоят. То есть у нас их как бы нет. Ммм, надо нажать какую-то кнопочку. С двух сторон. Нажать кнопочку. С этой стороны нет кнопочки. Во всем здесь чувствовался Джак Люпина. Держи его! Эта книга никогда не попадала в бестселлеры. Судя по обстановке, вряд ли кто-нибудь здесь проводил время за чтением. Книжка называлась «Время смерти и вьюг». В аннотации на обложке упоминались скандинавские мифы о Рагнарэйке. Войне, которая приведет к концу света, и о страшной зиме, которая скует льдом весь мир. Несложно представить, как кто-нибудь с неуравновешенной психикой вбил себе в голову, что близится конец света. Я начал понимать, что представляют из себя клуб и его владелец. Так, у нас есть немного царств. Что это было, вообще я не понял. Да блин, сейчас такое расстояние, что ли? Куда-то сверху теперь. Эта пtamка! Эта пам Онаaumная кайку! Эта пабитка! dog долларов так я про бутылочек не взял что-то или потратим, а я уже потратил ну теперь я увидел гранату в первый раз мне кажется сюда залетает да блин ладно так вопрос там откуда меня кидали гранаты я так понимаю что это кого-то сзади я так понимаю что это нет нет Брикотина! 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 Здоровье! Не мешает. На столе лежала кипа книг на оккультные темы. Комната была забита легким чтимом. С ними соседствовали старинные фолианты, вроде «Молот и ведьм» и «О новых вратах в царство тьмы». Книги с пентаграммами на обложках на оккультные и инфернальные темы соседствовали с фильмами ужасов и досками для ролевых игр на ту же тему. Единственное, о чем я мог думать серьезно в этой комнате игрушек, было то, что Любина воспринимает это очень серьезно. Так, ну что, здесь вроде все? Все правильно, да? На Диггл только пять патронов осталось. Брикотина Патронов Брикотина 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 Продолжение следует... 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 это не с глазами лига он здесь приближается ты пришел свидетель конца времен он наступил я буду на ее стороне вот 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 ну не дам Ладно, мне бы, короче, захиделось бы, а мне решили заниматься. Продолжение следует... 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 Сейчас вообще какой-то подгулок Ну, вы идёте там, не? Да, блин, короче, да Стой! Ну, эти ребятки явно более бронированные, чем те ребятки Ну, хотя вот этого легко как-то убил Ещё один Блин, а он по мне тоже критонал Что за... Что за... Что за... Что за... ... ... Но и они мне помогут по головам настрелять Ну, и они мне могут по головам настрелять Продолжение следует... 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 Мда. Надо было, наверное, не перепрыгивать туда. Там, по-моему, только в одном месте. А может быть, я нет. Сейчас посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Раньше надо было думать, когда ты там спать улёгся рядом с Любина. Шутник. Фотографии старых добрых времён. Мишель смотрела на меня с фотографии. Обожаю мультики. А про капитана бейсбольную биту моей любимой. Это след крови-то. Так, этот край никуда не приводит. Значит, нужно перепрыгивать. Сейчас мы... Придим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он держал бейсбольную биту, а я был привязан к стулу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все мы делаем ошибки Моя ошибка была не в том, что я смеялся над этим бейсболистом Он избил бы меня в любом случае Ошибка была даже не в том, что я доверился этой красотке с пистолетом Я как идиот начал охотиться за первым плохим парнем из своего списка А нужно было сразу метить выше В голову семьи Пунчинелло Я не мог заставить себя убить Моно Похоже, у меня слабость к симпатичным девушкам Но когда твоей головой решают поиграть в бейсбол Тебя так и тянет рассердиться Они перетащили меня обратно в подвал гостиницы «Люпина» Я был избит, весь в синяках и кровопотеках Я чувствовал себя немногим лучше стула, который только что сломал Все, что у меня было, это бита Фрэнка Липкая от моей собственной крови Ну что ж, ребят, я думаю, что на этой многообещающей ноте мы с вами данную серию закончим У нас довольно-таки насыщенная часть получилась Мы убили «Люпина» и познакомились с Моной Действительно симпатичная девочка Ну а на сегодня это все С вами был Элитон Спасибо за просмотры Пишите комментарии, оставляйте отзывы Задавайте вопросы И до следующей встречи, ребят Я слишком устал, чтобы продолжать